Покаяние отверзи медвери Жезнодавчи Из Великопостных песнопений Как лучше исполнять призыв к покаянию? Как начать действительное деятельное покаяние, чтобы восхитить приблизившееся к нашей душе Царствие Божие? Как достичь того, чтобы чувство покаяния, как роса духовная, сошло на наше окаменелое сердце, умягчило его, очистило, омыло, преобразило его и сделало его достойным присутствия Святого Духа? Здесь тот же путь от внешнего к внутреннему, от внешних признаков и внешних подвигов покаяния к зарождению в сердце сокрушения и ненависти ко греху. Как говорит преподобный Исаак Сирьянин, «Если не плачешь в сердце своем, то, по крайней мере, облекив плач лицо твое». А епископ Игнатий Брянчанинов так характеризует постепенный переход от внешнего покаяния, самоукорения, к раскрытию в душе сердечных благочестивых переживаний. Самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма, то есть произносится языком без особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному чувству. Потом, мало-помалу, сердце начинает привлекаться к сочувствию словам самоукорения. Наконец, самоукорение будет произноситься от всей души при обильном ощущении плача, умолит перед ними и закроет от нас недостатки и согрешения ближних, примирит со всяким человеком и обстоятельствами и соберет рассеянные по всему миру помыслы в делание покаяния, воодушевит и вооружит непреодолимую силою терпения. Не будем обманывать себя, что мы хотя бы с внешней стороны уже начали деятельное покаяние. В чем свидетельство нашего покаяния? Ведь недостаточно же того, чтобы рассеяно, но по привычке, почитывать с утренним правилом 50-й покаянный псалом и время от времени говорить на исповеди священнику те грехи, которые случайно сохранились в нашей памяти. Дело не в отдельно проявившихся грехах, дело в источниках их происхождения. Чтобы привести горницу в чистоту и порядок, недостаточно переловить случайно набежавших тараканов. Если не будут разорены их гнезда, то никогда не перестанут появляться новые и новые тараканы. Итак, надо устранить причину появления тараканов, обнаружить и разорить гнезда, то есть обнаружить и искоренить наши страсти, гордость, маловерие, эгоизм, жестокость и другие пороки души. Вот чего мы должны искать в таинстве покаяния сверхпрощения сказанных духовнику грехов. По причине нашей духовной слепоты и атрофии нашего внутреннего ока подвиг покаяния — трудное дело для души. Поэтому увидеть грехи свои и принести за них сердечное покаяние — это великое дело. Об этом так пишет преподобный Исаак Сириянин. «Восчувствовавшие грехи свои лучше того, что молитвою своею воскрешают мертвых, и кто сподобился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося видеть ангелов». А Иоанн Сергеев добавляет к этому «Видеть грехи свои в их множестве и во всей их гнусности действительно есть дар Божий». Поэтому дело покаяния надо начинать с усиленной горячей молитвы о том, чтобы Господь благодатью Своею открыл нам наши грехи и таящиеся в нас страсти и пристрастия. Как говорил отец Алексей Засимовский, надо особенно бояться той грязи в душе, до которой трудно докопаться, той грязи, которая гнездится в таких тайниках нашего сердца, где никакая человеческая помощь не сможет заставить ее обнаружить во все ее закоснелости, где может помочь лишь десниться Божия. При этом помощь Божия часто проявляется к нам в том, что при нашей слепоте на внутреннее зрение наши грехи и погрешности нам открывают наши близкие. «Поэтому», — пишет отец Александр Ельчининов, «не умеющим видеть свои грехи, рекомендуется обращать внимание, какие грехи видят в них близкие люди, в чем упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недостатки». Как пишет архимандрит Борис Холчев, «Покаяние обычно есть долгий и узкий путь очищения сердца от скверны. Этот путь мучителен и труден и не посилен человеку, если благодать Божия не укрепляет его, не научает, не утешает, не орошает огонь подвига росою Духа Святого». Иначе говоря, путь не посилен, если не начнешь стяжать среди своей невидимой брани то Царствие Божие, которого вожделеешь и за которое борешься до крови души. Благодать Божия, как луч солнца, открывает дверь Царства Божия внутри его. Надрыв опасен и в духовной жизни. Духовный рост Господь сравнивает с ростом растений, а последние вырастают из малого зерна и растут постепенно, незаметно для глаз. Важно начать дело деятельного покаяния, но еще важнее продолжать его неослабно, приучая себя постепенно к новым ступеням духовного подвига. В этом залог успеха и достижений. При этом у каждого должны быть свои начальные ступени духовного делания, зависящие от физических сил, обстоятельств жизни и сложившихся привычек. К одному египетскому отшельнику зашел поселянин и заметил, что в хелье подвижника было чисто. На постели лежала циновка, а в печи варился суп из овощей. — Эге? — подумал поселянин, привыкший к неприхотливой жизненной обстановке. — Этим преподобным отцам-подвижникам живется совсем не так уж плохо. Но старец был прозорлив, и, узнав духом мысли поселянина, спросил его, — Как привык ты спать? — Я обычно сплю на земле около своего поля, где работаю днем, — отвечал поселянин. — А из чего состоит твоя обычная пища? — Чертый хлеб, сухие финики и похлебка из зелени. — Итак, ты, очевидно, не терпел бы лишений, живя на моем месте, — сказал старец. — Но не думай так обо мне. До того, как стать иноком, я был царедворцем, жил во дворце, спал на пуховой постели, а здесь ты видишь глиняный пол и тонкую циновку. Там у меня было множество слуг, и я питался роскошными яствами. Здесь я сам варю себе овощи. Легко ли это после моей прежней жизни? Так и у нас. У одного вначале может быть одна мера поста, поклонов, молитвы, бодрствования, воздержания. У другого она должна быть меньшей или, может быть, большей. Назначение ее есть дело духовного руководителя. Преподобный в Арсенофе Великий говорит «Трудно спастись. И как заблуждается тот, кто думает спастись, успокаивая себя во всем? Всякий покой телесный мерзок Господу нашему и удаляет от него, ибо он сказал сам «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Избрать этот путь есть добрая воля. И тот, кто держится его, во всяком деле произвольно избирает себе скорбь по силе своей и ко всякому истребуемых нуждою действий своих примешивает небольшую скорбь. Например, могу лечь спать на мягкой, набитой пухом постели, но по собственному желанию ложусь на рогожи, стыдясь и этого, потому что другие успокаиваются на голой земле. И еще, нахожу ли близко воду и удобные поварни, как делатель должен избрать наиболее далекую из них, чтобы нанести телу небольшую скорбь. Еще, могу ли иметь хорошую пищу и чистый хлеб, должен предпочесть худшее, чтобы поскорбеть, хотя немного, вспоминая томящихся голодом, а тем более владыку нашего Иисуса, который вкусил желчи и уксуса ради меня. Это-то и есть воля по Богу. Воля же плотская состоит в противном всему, то есть, чтобы во всем иметь покой. Что говорим всякий день? Вот посмотри, брат, пища пригорела, и я не могу ее есть и прочее. Братья, не помню, чтобы, найдя совершенный покой, мы когда-нибудь воспользовались им, но всячески старались примешивать отовсюду малую тесноту и скорбь, боясь того, кто сказал «Чадо, вспомни, что ты уже получил доброе твое в жизни твоей». Евангелие от Луки, глава 16, стих 25. Так поступали мы тогда, когда многие истяжания приходили в наши руки, и знает Бог, в какой нищете жили мы ради обнищавшего для нас. Нехорошо давать себе покой во всем. Кто ищет сего, тот живет для себя, а не для Бога, ибо такой человек не может отсечь свою волю. В чем надо каяться? Святой Иоанн Златоуст учит. Во-первых, в собственных грехах. Во-вторых, в грехах, на которые мы навели ближних через побуждение, соблазн или дурной пример. В-третьих, в том, что мы не сделали тех добрых дел, которые мы могли бы сделать. В-четвертых, в том, что мы отвели ближнего от добрых дел, ибо о всех таких делах надо спрашивать свою совесть и память и молить Бога о просветлении их. Преподобный Варсонофий и Иоанн так говорят об этом. Берегитесь, как бы ни облениться и не прийти в неродение, потому что это очень опасно. Но даже и в вещах, кажущихся малыми, не презирай заповеди. В истории церкви бывали случаи, когда Господь возвращал на землю души, уже начавшие проходить мытарство, то есть испытания греховности. Эти души рассказывали, что суд над душой поистине страшен. Ответ надо давать за каждую напрасно убитую букашку, за каждую неправильно истраченную монету, за каждое праздное слово, за мысль осуждения, ропот в душе и так далее. Естественно, что степень и формы покаяния будут зависеть от характера грехов. Последние преподобный Серафим разделяет на три ступени. К первым он относит наиболее легкие прегрешения, которых, по его словам, не чужды даже праведники. Семь раз упадет праведник и встанет. За эти грехи Дух Святой еще не оставляет христианина. О том же пишет преподобный Исаак Сирианин. Сколько раз иные каждый день приступают законы покаяния им врачуют души свои и благодать приемлят их, потому что во всяком разумном естестве перемена происходит непреодолимым образом и с каждым человеком ежечасно происходят изменения. О характере покаяния при таких прегрешениях так пишет епископ Феофан Затворник. Относительно мелких греховных движений сердца, помыслов и так далее, нужно заметить следующее правило. Как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это внутренним покаянием перед лицом Господа. Можно этим и ограничиться, но если нечиста непокойна совесть, то потом еще на вечерней молитве помянуть о том сокрушении и конец. Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и очищаются. Вторые по степени грехи уже удаляют от нас Духа Божия. Как пишет преподобный Иоанн Лествичник, когда душа предательски изменяя сама себе погубит блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть исследует прилежно, по какой причине она ее лишилась, и на эту причину да обратит весь свой труд и всю ревность, ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить, как теми дверями, которыми она вышла. Итак, если христианин заметил изменение своего состояния, потерю мира, радости и любви к ближним, наступление раздраженного состояния души, печали, уныния и тому подобное, то он должен тотчас же искать тот грех, которым он прогневал Господа. Если христианин молится об этом, то он услышит в душе своей голос, указывающий ему на грех. Тогда надо каяться до тех пор, пока Господь не простит греха и Дух Святой снова не вернется в душу христианина. Это познается по появлению умиления, теплоты сердечной, воцарению в душе тишины и мира. Мы всегда должны поэтому проверять себя, в духе ли мы. Нужно сказать, что обычная поговорка «он не в духе» имеет очень глубокий смысл, которого обычно не подозревают. Надо думать, что эта поговорка идет из старины, когда люди различали состояние человека в духе Святом Божием, сопровождающейся миром, спокойствием на душе, и состояние «не в духе», когда человек раздражен, озлоблен, угнетен, печален, уныл. В своих записях «Моя жизнь во Христе» отец Иоанн Сергеев дает всем для этого случая такой совет. Если согрешишь в чем пред Богом, а мы грешим премного раз в день, тотчас же говори в сердце своем с веру в Господа, внимающего воплю твоего сердца, со смиренным сознанием и чувством своих грехов Псалом 50-й «Помилуй имя Боже», и прочитай сердечно весь Псалом, если не подействует он один раз, прочитай второй, еще сердечнее, еще чувствительнее, и тогда тебе немедленно воссияет от Господа спасение и мир душе твоей. Так всегда сокрушайся. Это верное испытанное средство против грехов. Если же не получишь облегчение, то вини самого себя. Значит, ты молился без сокрушения, без смирения сердца, без твердого желания получит от Господа прощения грехов, значит, душа твоя не болит от греха. К третьему виду греха относятся более тяжкие, так называемые смертные грехи, такие, как, например, прелюбодеяние, убийство и тому подобное. Эти грехи требуют длительного покаяния, и за них обычно духовники накладывают эпитемии и могут отлучить от причастия на некоторое, иногда длительное время. Когда кончается покаяние? Только со смертью. Во всю жизнь твою считай себя и молись как грешник и будешь оправдан, говорит преподобный Саак Сирьянин. Тогда приидите и рассудим, если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю, если будут красные как пурпур, как волну убелю. Так покаявшимся, говорит Господь, устанем пророка Исаии. Что важно вспоминать в покаянных молитвах? Очевидно, свои грехи, свои наличные страсти и нерадения, и при этом помнить об искупительной жертве Христа и Его непостижимых величайших страданиях ради нас. Так именно построена молитва преподобного Исаака Сирианина. Вот она. Господи Иисусе Христе, Боже наш, плакавший над Лазарем и источавший над Ним слезы скорби и сострадания, прими слезы горести моей, страданием Твоим исцели страсти мои, язвами Твоими уврачуй мои язвы, кровью Твоею очисти мою кровь, и с телом моим сраствори благоухание Твоего животворящего тела. Та желчь, какую напоили Тебя враги, да усладит душу мою от горести, какой напоил меня сопротивник. Страдание тела Твоего, распростертого на древе крестном, к Тебе да возвысят ум мой, увлеченный демонами долу. Глава Твоя, преклоненная на кресте, да вознесет мою главу заушенную супостатами. Все святые руки Твои, пригвожденные неверными ко кресту, к Тебе да возведут меня из бездны погибели, как обетовали все святые уста Твои. Лице Твое, приявшее на себя заушение и заплевание от проклятых, да озарит мое лицо, оскверненное беззакониями. Душа Твоя, которую, будучи на кресте, предал Ты Отцу Твоему, к Тебе да путеводит меня благодатью Твоею. Нет у меня болезнующего сердца, чтобы взыскать Тебя. Нет у меня ни покаяния, ни сокрушения, которыми вводится чадо в собственное свое наследие. Нет у меня, владыка, утешительных слез. Обрачился ум мой делами житейскими и не имеет сил с болезнованиями возвести к Тебе взор. Охладело сердце мое от множества искушений и не может согреться слезами любви к Тебе. Но Ты, Господи Иисусе Христе, Боже, сокровище благ, даруй мне покаяние всецелое и сердце неутомимое, чтобы всею душою выйти мне на взыскание Тебя, ибо без Тебя буду я чужд всякого блага. Посему даруй мне благий благодать Твою, безлетно и вечно изводящий Тебя из недр своих, Отец, да обновит во мне черты образа Твоего. Оставил я Тебя, но Ты не оставь меня. Отошел я от Тебя. Ты прииди взыскать меня и введи меня напажить Твою, сопричти меня к овцам избранного Твоего стада, пропитай меня злаком божественных тайнств Твоих, вместе с теми, у которых чистое сердце их, обитель Твоя, и в нем видим облистание откровений Твоих. Это утешение и это отрада для потрудившихся ради Тебя в скорбях и многоразличных муках. Всего блистания досподобимся и мы по Твоей благодати и по Твоему человеколюбию Спаситель наш Иисусе Христе во веки веков. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.